день добрый так у нас зайцева деревня да 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 все правильно прохладную да сегодня да как-то очень промозглая погода если хотите там подогрев можно включить с правой стороны на двери там такие нависованные забрались как сказать вообще-то если честно не подрабатывая работаю постоянно просто так получилось что есть возможность ездить на хорошей машине вот если короткая поэтому езжу на хорошей машине хорошая возможно согласен я в этом плане не люблю экономить понимаю комфорт прежде ну я это еще и чисто лично и мне кажется знаете вот например дома люди любят носить но на это мужчины на первую очередь касается какие-то старые драные футболки там старые драные какие-то штаны а я нет меня хожу в хороших вещах дома уже тоже не разрешают не этично некрасиво страны да не то на чем стоит экономить мне кажется понять что они комфортно и может быть там эти все вещи да потому что старый уже к телу так скажем форму при приняли потому что некоторым женщинам нравится не все может быть согласен так а у вас так стоп у вас был безнал да сейчас у вас перекинулся на личные у вас у вас был сначала была оплата знать за это сама сейчас минус форта по форма оплаты у вас был безнал а сейчас у вас стало на личность у вас поездка вот кто-то поменял как не знаю кто вы заказывали такси слушайте но муж заказал он со своего приложения у меня даже нет я вообще не парюсь этим или не умею не дружу вообще просто видите если был безнал мы бы поехали просто поездка дальняя и соответственно если поездка дальняя я беру вперед деньги потому что она дальняя если коснись там за наличные только имеется ввиду просто косить какие-то проблемы будут мне не очень хочется бесплатно проехать 50 километров я понимаю муж 1415 да нет вы не вы просто мне в эти 1415 1415 рублей мы поедем собственно говоря раз уважаемые как вас зовут я забыл я не представлялся евгений меня зовут евгений я все понимаем я налички нет и оплачивал муж поэтому это бесполезно нет но я это для вас он бесполезный а для меня он вполне себе полезный ну просто эта история такая я во первых не люблю когда перескакивает с безнала на на в процессе поездки но это уже такой тревожный звонок а во вторых меня важно не приехать в холостую я просто не знаю там ситуация может быть мы уже вашего не будет на месте мы там будем сидеть ждать его еще что-то денег не хватит сдачи не будет любая канитель может возникнуть я просто всегда беру когда дальняя поездка деньги вперед я все понимаю но телефон у меня от разрядился ничего сейчас не могу сделать давайте поедем как вы там все решила мне что-то подсказывает что нас наебали и так мы вышли на улице с одним единственным вопросом какой таксопарк в россии вы считаете самым лучшим послушаем что отвечали люди такси holistic type такси хай такси хай've так features таких лучше ну что ж все говорит само за себя звоните или пишите в ватсап номер которого вы увидите в описании все очень просто подключайся в парк такси хайп и будет тебе счастье куча бабла и много-много позитива удачи ну смотрите что я понимаю во первых телефон можно зарядить это во первых во вторых мест из телефона деньги не появится она слой а тоже не верю если бы вы могли бы мне наличные дать какие-то соответственно могли бы с вами слушайте но к сожалению меня такой суммы нет ну тогда к сожалению я не смогу вас отвезти уж без без обид как говорится просто давайте я закрою поездку и собственно говоря пока я недалеко отъехал и на этом закончим ну а вы как то я не знаю там свяжетесь самостоятельно я во-первых здесь вообще плохо ориентирует давайте как бы я и я не собираюсь никуда уходить мы доедем и там все решим нет а если мы доедем и не решим то что будем делать я вот и вот и вот так дышать буду я тогда нам понимаем любом случае решить сильное заявление тем более вы солидный человек видно по машине нет я-то солидный человек и мне там это в моих интересах деньги получить я-то не уеду никуда понимаете я не я я никуда не веру я вас в поле не нет я понимаю я вас в поле не оставлю то есть если я я работаю в такси я работаю в такси вот я вас не знаю мужа вашего не знаю я даже не знаю если там муж понимаете как на самом деле ситуация происходила еще заказ пришел ну в чем проблема проблема в том что у вас в процессе поездки без безнала на наличные оплата переключилась понимаете я понимаю а я в этом хотите меня нет а я в этом очень понимаю вот честно вот я в этом прям очень понимаю и чтобы у меня не было проблем в деревне там какой зайцева да все в деревне зайца у меня не было проблем с какими-нибудь зайцами я хочу чтобы у меня появились просто деньги здесь до того как мы поедем а быть а сейчас вот уже ситуация так складывается что я вас вести ну честно не хочу не потому что у меня к вам какая-то личная неприязнь а потому что есть ситуация которая мне не нравится я вправе просто от нее отказаться слушайте не солидно я на таком уровне это это все понятно я я я могу быть там да вам там как-то непонятен неприятен но я у меня есть свои принципы я не повезу вас без денег без оплаты просто вот и все поэтому если несложно вы помочь выйдите из машины просто и все ну пока я не готова выйти я надеюсь что вы примите правильное решение мы доедем и там так какое может быть правильное решение если нет денег как я могу поехать деньги были оплачены и поби знал он бы данный знал переключился на наличие на поедем и и он обратно переключиться ничего страшного не случится хорошо нет а если а если случится страшное мы приедем не будет мужа не будет денег любая ситуация вы вышли и пошли что я буду с вами делать ну скажи но у вас вас снимать так я понимаю на мне не нужно так что я буду делать то вот вы взяли и пошли мы представьте с вами свяжемся значит любом случае не ведем на насчет не давайте в общем покиньте если вам не сложно махаю транспортное средство я поеду дальше пожалуйста мы не сговорчиво я здесь даже не знаю куда мне двигаться в какую сторону у меня уже отвезли куда-то так нет ну как это время прошло посмотрите вина вина то тоже не моя правильно так хорошо ладно не вопрос мы в этим не очень важно время если хотите мы можем просто взять и поехали ближайшее отделение полиции чтобы нас рассудили там просто вот и все как у нас могут остановить спасибо полицию хорошо как скажете уходите мне даже не выйти понятно друзья мои в полицию не хочется а мне не хочется в деревне зайцева ху дедом мазаем который скажет денег нет внучок только зайцы и все на и чё я делать буду нет может быть там все не так ну не рисковать вот вы сейчас скажете женек ты охерел вы сейчас наверняка на инциденте я так сто раз ездил ездил это все нормально я не хочу нормально там разбираться ненормально не ехать за штамп для 47 километров какую-то жопу остаться без бабок и 47 километров холостую обратно вот таксисты меня поймут кто не таксисты скажут ну ты вот ты охренел вот мы ты ты конечно ты бы я знаю что вы скажете ну поверьте мне неделю работы в такси вы сразу переобувитесь вот поверьте мне спросите у за ваших знакомых таксистов никто не хочет это будет не отстревать понимаете и я не хочу я лучше вот здесь закончу поймаю другой заказ и по мука вожу как говорится мука возить буду про юну чем я в какую-то жопу поеду а потом и херею там что муж каких-то этих самых а социальных женщин моет в сауне и забил хер на свою жену блин она скажет могу отдать яйца не из-под курей не свежими потому что муж забыл их убрать в холодильник ну короче свалить все на мужа я буду плеть подпрыгивать в тачке какой добрый парень который повелся на все эти разговоры нетушки не в этот раз хотя я все могло быть там и сигару все нормально но я не готов проверять или как эксперимент с котом шрёдингера который одновременно и жив и мертв вот ну чтобы не проверять жив он там одновременно или мертв куизбера запирать кошку с радиоактивным элементом в закрытой комнате вот собственно говоря и вся любовь пишите хули пишите пишите